Добрый вечер всем. Я делаю доклад на тему Enlightenment Foundation Libraries, чтобы сразу всех погрузить на что это. Это что-то в аналоге Qt, только другое. Ну как это бывает обычно. Пару слов о том, кто я. Я Никита Белянский, работаю в компании Samsung Electronics. В общем, в мире страиваемых технологий и разработки 2009 года в Enlightenment.org и комьюнити Enlightenment я с 2013-го. Там в уголку есть моя почта. Я вообще надеюсь, что как-то эти презентации будут расшарены, вы сможете меня найти. В любом случае, вот Николайд, это в этом комьюнити меня можно найти. Мы сегодня поговорим о том, как появилось и почему это вообще произошло. Такое понятие как Enlightenment Foundation. Поговорим о частях, о библиотеках, только о самых главных, обо всем не будем говорить, там очень много. Непосредственно об оконном менеджере, который является источником всего этого добра. Поговорим о комьюнити и сессия вопросов. Все как обычно, ничего нового. Значит, историческая справка Enlightenment как таковому и Foundation примерно 20 лет в этом году. Сегодня их поздравляем. В 1996 году есть такой человек, Карст Хайцлер. Он решил, что Гнома маловато. Хочу свой собственный оконный менеджер. Ну и начал его писать. Год что-то писал, писал, писал. И получился у него две библиотеки. Имлип и ФНлип. Кстати, Имлип, по-моему, активно использовался в Гноме. Для рендеринга изображений, оптимизации их хранения непосредственно уже в памяти. И в том же году он говорит Гном, хорошо, но вот, пожалуйста, у меня есть оконный менеджер. Где 16? Я его назову. Добролюбите жалко. И как-то он начал это все развивать. И буквально вот, наверное, в 2001 году он релизит новую липу, Имлип 2, которая уже поддерживает OpenGL, альфа-каналы, мерш нескольких слоев. И все это очень быстро и софтварно. В принципе, даже не требует места никакого. И отделяется от Гнома вообще. И создает, вот, релиз, наверное, E16 был в 1997 году. E17 был где-то, вот, пройдет в 2001, может быть, чуть-чуть позже. Под все это дело создается стек-библиотек. И на данный момент уже зарелижены стек-библиотеку. Вот 1.20 и E21 – это название непосредственно оконного менеджера. Как выглядят эти библиотеки? Все вкратце. Это не полная схема, скажем, это только ядерные вещи. Есть вот EWAS и EGOR – это две основные библиотеки. EGOR отличается от взаимодействия с системами, то есть она позволяет взаимодействовать с различными операционными системами, скажем, Windows, Linux, macOS и прочих PSD. А EWAS позволяет точно так же отрисовывать на совершенно различных движках, скажем, используя X11 как протокол, или Wayland, или GDI из Windows, или какого из Магайс, отрисовывать все эти окна. И, в общем, мы подчислируем. Есть еще пара добавительных библиотек. Скажем, EG – это мы о них всех поговорим более детально дальше. Но, в общем, это все больше обвязка вокруг вот этих двух больших монстров, которые дают кроссплатформенность и космонационал, которые Карлсу Хайсельт перебилит последние 20 лет, теперь уже с кучей друзей. Значит, говоря вот о той очень большой штуке DECOR, это библиотека, предоставляющая мейнлуп, умеющая работать с мейнлупами других библиотек, что удивительно, с тем же GMI. Также она предоставляет функционал вот такой, как аниматоры. Это событие, которое происходит в каждой фрейме. Мы нарисовали фрейм, позвали аниматор. Нарисовали фрейм, позвали аниматор. Айперы – это очень удобная вещь для тяжелых вычислений, потому что она происходит тогда, когда, в принципе, мы ничего не делаем, мы свободны и почему бы не занять чем-нибудь тяжеленьким это время. Есть собственная обертка над тредами различными, реализациями тредов. Над P-тредами, над реализацией того, что происходит в Win32, что позволяет написать свое мультипоточное приложение, используя EFL, в частности, E-BOR, потом достаточно легко его портировать между различными операционными системами. Ну и есть еще опыт Networking. Если честно, я не сильно, что там происходит. Там какой-то сейчас курорез, много коммитов, и пришел человек и начинает просто зверски туда хмеливать. Да, я забыл сказать, все это счастье по BSD лицензии, в большей части некоторые binary, которые поставляются, а не GPL. Это сделано для того, чтобы производители не зажимали. Просто изменения, которые они делают. Ну, как всегда. Мейнлуп, ничего особенного, все очень просто. Наверное, так везде происходит. Да, это его упрощенная схема. Если мы выходим из сна, мы собираем все версии снаружи, будь то импуты, будь то, я не знаю, сеть, еще что-либо. Потом мы их процессим столько, сколько можем, сколько у нас есть времени. Если время осталось, мы уходим в Win32. В Win32 мы выполняем то, что пользователь хотел. И дальше ложимся спать. Это позволяет несколько экономить энергию батареек, наших страхов, телефонов и прочих вещей. Но так она реализована везде, я думаю. Эваз это та самая имлип, имлип 2, ее реинкарнация очередная. Это библиотека, которая позволяет рендерить. И она имеет свой собственный сценграф и свою собственную софтварный рендеринг. То есть, в принципе, используя EFL можно рендерить окошки, можно рендерить что угодно, вообще без GPU. Просто на CPU это будет достаточно эффективно, на самом деле. Оптимизация проводится, да, вот сейчас подчеркивают дедупликацию хода, то есть реюз объектов на разных фреймах. На каком-то фрейме у нас есть кнопка, на каком-то фрейме ее нет. Но у нас есть другая кнопка, которая, в принципе, такая же отличается только текстом. Зачем нам создавать еще целый объект, как-то его просчитывать? Мы возьмем кнопку, поменяем ее текст и отрисуем. В принципе, у нас тут print по памяти будет минимальный. Это я сказал. И вот это буквально недавно появилось, частичные апдейты. На Windows, кстати, это проблема почему-то. Когда у нас изменяется, вот есть большое окно, а в нем изменяется только вид кнопки. Зачем нам перерисовывать все окно? Давайте перерисуем этот маленький кусок прямо там в памяти. Это работает, удивительно, но это работает. Софтвер рендеринг, вот они говорят, что он оптимизированный, я говорю, что он оптимизированный. Примерно как он работает, опять же, все упрощено. Потому что детально надо отдельно доклад по каждой библиотеке. Значит, есть main loop, который нам обеспечивает Ecore, предыдущая библиотека. И в Ecore он обрабатывает здесь какие-то ивенты и приходит время отрисовки фрейма. Собственно, перед отрисовкой фрейма мы проходим по всем объектам. Объекты это, вот я говорил, кнопочки, окна, скроллеры, да что угодно, любые примитивы. И проверяем, что нам с этими объектами делать надо. Куда-то их перемещать, куда-то рисовать или использовать какие-то другие объекты. То есть это просто просчеты, обход. Когда мы собрали дерево объектов, которые надо отрисовывать, нам надо начинать заниматься композитингом. Понимать, как кто кого перекроет, что нам отрисовать, что не надо отрисовывать. Все это достаточно ресурсоемкие вещи, но современные процессоры, особенно многоядерные, позволяют делать это быстро и эффективно. Еще используя некоторые такие хаки с использованием инструкций Neon, заточку под тот же Arm. Все это делается эффективно, в несколько потоков. И как только у нас есть картинки, да, конечные, мы их начинаем спускать в отрисовку. И он там замечательно уже выводит через что бы то ни было. Vailant, X11, NGN, что кому нравится. Еще одна библиотека, это поддерживающая уже такие библиотеки вокруг EFL. В EFL, это YNA, она предоставляет менеджмент памяти, mempool. Наверное, мы знаем, большинство или все из нас знают, что выделение памяти это достаточно дорогостоящая операция. Потому что выделение, очистка, выделение, очистка. Это надо спросить у системы, пока она там все себе придумает, пока отдаст. В EFL сделали так, что для внутренних структур данных, в принципе, изначально аллоцируется второй кусок, какой-то пол. И мы в нем внутри уже сами аллоцируем. То есть мы не просим систему нам делать какие-то сложные истории внутри гермала или внутри Windows ядра. Мы все это делаем просто и прозрачно. Нашли, положили. И это позволяет, например, создать такой вот тип данных, как StreamShare. Это строки, при создании которых они проверяются, есть ли уже такие в памяти. Если такая строка есть, он просто возвращает раккаунтер на ней. И дальше работает Copy on Write. Когда кто-то будет изменять эту строку, мы создадим новую и запишем. У нас будет уже два инстанса разных строк. Ну и как бы ничего такого да. Сиски, массивы, хэш, таблицы, красно-черные деревья. Над этой библиотекой работали ребята из Америки, в том числе, которые имеют опыт, скажем, в алгоритмике и по каким-то бенчмаркам. Здесь все в порядке. Можно смело использовать Яйн. Это одна из самых низкоуровневых библиотек с точки зрения стека EFL. Ее можно использовать отдельно, просто если хочется хорошую реализацию красно-черных деревьев. Есть еще вот такая сугубо специфическая вещь для EFL – это Яйн библиотека. Это библиотека, которая дает возможность сериализировать C-шные структуры в какой-то формат. Но если это текстовый формат, то он очень похож в что-то смесь C-шных структур и JSON. А если это бинарный формат, то это просто засериализированная из compression структура данных. То есть все, что можно скомпрессить, будет с compression. Мы имеем некий хендер, по которому эту структуру данных мы туда положили и по которому ее туда нужно выделить. Это подходит для хранения, собственно, в большинстве случаев это используется для транспортировки по сети каких-то данных. В EFL и в Enlightning все, что его окружает, люди это используют часто для хранения конфигров. Немножко странно, но у тебя есть структура данных, ты ее просто положил и сказал, сделай мне из этого бинария. Все, тебе когда надо загрузить конфиги, ты просто поднимаешь этот бинарий, загружаешь, никаких проблем, еще парсить не надо, и все прекрасно. Да, поддерживают и компрессию, и подпись, в принципе. Есть еще вот это, reduce overhead workload with the same data. Значит, как и все, везде мы шарим данные для того, чтобы уменьшить футпринт самой библиотеки в памяти, чтобы она была максимально маленькой. Потому что планируется ее использовать не только на тест-кторах, но и на каких-то реальных бедда-дестройствах. И когда у нас есть в том же mempool загруженный какой-то файл и какое-то другое приложение хочет к нему доступ, мы без проблем расшариваем, но без права на изменения. Собственно, edge – это из всех этих библиотек самые близкие ко мне. Я один из ее мейнтейнеров. Это такое себе графическое сердце всего EFM. Оно позволяет создавать разметки примитивов, их темы. Ну и, как написано, использует UAS для радио. То есть все, что она создается, все, что будет создано вместе с ней, может быть показано на любой поддерживаемой платформе, у которых достаточно много. И у нее есть собственный язык. Так как это не звучало бы ужасно в нашем мире, но плюс еще один язык выглядит он примерно так. Видно, конечно, не очень. В общем, это какой-то набор коллекций. Здесь одна группа, в которой есть примитив типа Rectangle. Вот типа Rectangle. И у нее есть одно состояние. Одно из состояния стандартное – это синий цвет, второе состояние – это красный цвет. По факту, когда это будет скомпилено в binary с compression и прочее, на выходе получится всего лишь только синий квадрат. Казалось бы. Но тут вот есть два состояния. И вот этот язык декларативной разметки, он позволяет вписывать туда какие-то программы и реакции на пользовательский орбит. То есть это настолько самодостаточная вещь, что можно без си-кода, в принципе, создать разметку, которая позволит поменять цвет квадратика, когда пользователь на нее нажмет. Также поддерживаются звуки, изображения, скрипты, эмбрио и луа скрипты для того, чтобы менеджить поведение разметки. Это, собственно, темизация, да, это тоже как часть разметки нашей. Вот есть два приложения, в принципе, одно просто – это AppStream, оно было создано для AppStream. Второе приложение – это то, что было создано для тайской инфраструктуры. Вот это одно и то же приложение, просто разные темы, по сути, поменим всего один файл. Ну и здесь такая же история. Оба этих приложения созданы для того, чтобы немножко сделать подальше пользователя непосредственно от кода. То есть, вот это приложение позволяет с помощью WhatYouSee, WhatYouGet получать различные разметки. Но сам факт, что это достаточно легко в той или иной мере сделать несколько тем. Тема можно делать для одного приложения, она можно делать просто темой для всех кнопок и подгружать всем приложениям, использующим EFL и получать единый внешний вид. Вот мы добрались до того момента, как бы, то, что торчит наружу пользователю, который обычно использует EFL, то есть для создания окошек, каких-то списков, для всего, что угодно в EI. Это Toolking с набором виджетов. Он основывается на EGL, что позволяет, опять же, использовать очень гибкую демонизацию. Есть несколько профилей. В принципе, профили можно создавать. Профили отличаются тем, что в них можно создавать различные, например, фонты, различные цвета для каких-то определенных аспектов. Скажем, для текста кнопок можно задать один раз, и он применится ко всем кнопкам, которые будут отрисованы в этом профиле. Полностью утилизируемо это и поддерживает тачскрины. В общем-то, весь EFL в данный момент он затачивается под работу и с десктопом, и с мобильными устройствами. Тут есть небольшой список виджетов. Это не все, большая часть, но ничего нового здесь не будет. Те же окна, те же кнопки, блок-селекторы и прочее. Есть специальные приложения, где можно посмотреть, как это все работает, как это все выглядит. На это такое себе тестовое приложение здесь темновато, конечно. В общем, любая фича, которая попадает в EFL, тем или иным образом она вылазит вот в этом elementary test application. Появляется какая-то очередная аппликушечка маленькая, которая тестит вот одну вещь. Вот так вот создается самое простое окно. Я вот так в двух словах. Есть EWAS-объекты. EWAS-объекты — это объекты уровня Канаса. То есть того самого EWAS, который адресует вам на чем угодно. Полиси работы здесь в elementary написано. Но elementary — это самая высокая надстройка над всем. Фактически это спустится в декор. И эта полиси подразумевает, что когда последнее окно закроется, надо будет остановить main loop. Ну и создаем окно, стандартное окно. Пусть будет main, low, all. И автоматически удалять при сигнале от нашего environment. Все, показываем. А, изменяем размер. Показываем и запускаем. ElmRound, он фактически просто толкает e-core начать main loop и начать крутить. Когда main loop остановится, мы попадем вот сюда. И в теории и на практике здесь обычно происходят какие-то освобождения данных и все, что с этим связано. Ну вот такой он EFL. Ну EFL появился… А, нет, тут еще есть действительно немножко библиотек, в которых мы не будем останавливаться детально. Просто чтобы вы знали, что они существуют. Тут синхронный код обычно используется для мониторинга тех же файлов, директорий. Если что-то изменилось, он вам с удовольствием обновится и скажет об этом. Верно. От себя скажу, но они не любят песок, в большей части. Да и вообще все это комьюнити. Они считают дешевым, слишком сложно поддерживаемым. Поэтому почему бы не сделать свой велосипед, а они запопахали свою объектную модель. Которая дает сейф-указатели, дает наследование и, в общем, всю инфраструктуру объектов только на C. Она находится, ну, как бы уже в бете перед релизом. Но эта бета перед релизом, она последние три или четыре года в таком состоянии. Ее постоянно допиливают, постоянно перепиливают. Потому что очень много подводных камней при создании своей объектной модели на C. Чем-то напоминает TrueObject, но со своими двигушками. Просто вот и ради интереса всегда можно почитать, что там происходит. Сам код. Да, наверное, здесь. Вот. Собственно, это то, откуда родилось вот то. Это Lightman, конкретно это E21. Зарелизовался буквально E2163, наверное. Зарелизовался буквально пару недель назад. Это оконный менеджер, у которого есть полная инфраструктура за счет того EFL, который с него же вышел. Есть сеттики, какие-то желы с барами и со всем прочим. Основные его свойства выходят из самого EFL. Он очень легкий и быстрый. Т.е. запускать его на своей машине я могу видеть отпечаток в памяти размером 90 мегабайт. Это при наличии нормального файлового менеджера, нормального терминала. Что там еще? Мы не запускаем какие-то здоровые вещи. Очень конфигурируемый. Это и относится их профилям. Тимизируемый благодаря элементарии и региону. И поддерживает хирис скрины. Нормально, корректно поддерживает хирис скрины. Т.е. 4K все в порядке. И у него есть методы скейлинга своих контролов. Вернее элементарии реализует этот механизм. Когда за счет узнавания соотношения DPI экрана к его резолюшену мы так в том или ином виде даем коэффициент по скейлу. И скейлится все хорошо благодаря 20-летней работе. Ну и supported touch screen. Что тоже естественно. Тут я покажу пару видео. Еще что-нибудь supported Wayland. И это один из первых композиторов, который заимплементил поддержку Wayland протокола. Сравнение будет с эталонным композитором Weston. Сам последний, не знаю какой там сейчас есть. На Raspberry Pi 3 мы посмотрим как он рендерит. Как это закрыть? Вы видите при движении окна есть какой-то тиринг. Непонятно что. ФПС наверное ну дай бог 30. Тут же и то есть это просто Weston. Там никаких дополнительных вещей нет. Кроме того окошка, которое отрисовано. А это то же самое, что происходит при Enlightenment и EFL. На том же самом Raspberry Pi. То есть она даже выглядит более гладко. На самом деле поддержку Wayland последние три года били полтора анонимусов. Ну по факту один человек. И как бы результат ничего себе. Он просто сказал я вот хочу вас тут вот сбоку попелить Wayland. Вы не против? Да не против? Теперь мы все счастливы. Значит вокруг самого Enlightenment есть очень много приложений. Но какая-то инфраструктура приложений. В основном они сделаны для разработчиков. Потому что очень немного людей знает о том, что вообще это существует. И разработчики как бы для себя пилят интересные штуки. Вот есть сумасшедший терминал. Вызывается Terminology. Умеет показывать какие-то превьюшки. Сплитит затапы. Умеет играть в видео, музыку. Я с ним даже YouTube смотрел. Just for fun. Но по факту он очень удобный. И активно развивается. Есть еще вот такая вещь. Как бы мы же open source сообщество. Но что хотим то и делаем. Вот у Qt есть Qt криента. А у нас нету. Окей давайте сделаем. Как бы собрались. Поговорили. Нашелся человек. А давайте я сбоку у вас здесь попишу идей. И пишет. Я если честно именно пользоваться им не пользовался. Но периодически загружаю. Смотрю как оно компилится. Как оно работает. Синтаксис. Поддержка GTP и всего прочего там присутствует. Попробовать можно. Все делается для того, чтобы в принципе завернуть. Сделать инфраструктуру EFL и Enlightenment самодостаточной. Чтобы когда вы установили как разработчик. Например установили себе Enlightenment. Вам не надо было запускать миллион приложений. Которые тянут половину Qt или половину Gnome. Чтобы вы взяли здесь очень легенький E. Он все для вас сделает. Есть еще множество приложений. Я бы хотел остановиться на том. Что есть такой дистрибутив Linux. Он основан на Ubuntu. И суть важна. Они используют Enlightenment. Наверное больше всех. Вот с точки зрения Open Source сообщества. Они организовали дистрибутив основанный на нем. И в свое время сказали. Нам не очень удобно. Мы тут ребята просто дистрибутив. Нам как бы вообще писать системные вещи неохота. И попросили значит бетон. Где-то тут не написано. Ну скинулись. Написали им битинги на бетон. Ага. И после этого от них пошла волна. Приложения таких. Которые используются в повсеменном. Какой-то кейлинг. Еще что-то. Очень приятно было. И возвращаясь к вопросу о бетоне. Вообще EFL в своей перспективе. И вот эта сумасшедшая идеальная инфраструктура. Которая OOP-C. Она необходима для того, чтобы создать. Ну дать возможность генерировать бетинги на любые ответные языки. То есть на плюсы. У нас сейчас есть бетинги на плюсы. Но пользоваться ими нереально. Очень. Все это получается громоздко. И кастереобразно. Но планируются плюсы. JavaScript. C-sharp. Что-то было еще. Loa точно сейчас есть. Значит. Тот самый embedded мир. Где оно используется. Это не просто какой-то аматорский проект. Это проект, в который вкладываются достаточно большие компании. Из продуктов таких вот. Значит. Есть Coloss. Это Home Automation. Да. Open Mocha. Фрирандер. Во Франции есть провайдер. Контента какого-то телевизионного. Со своей приставочкой. Он тоже использует и Blightman. Но на данный момент понятное дело. Samsung туда вкладывает больше всех. Есть операционная система Tizen. И фактически все устройства, которые выходят на ней. И используют на Blightman и EFL. К моему сожалению на данный момент. Samsung сделал следующее. Он взял некую версию EFL 1.16. 1.21. То есть если сейчас 1.21. Самая последняя. Фортнул ее. И славненько пилит. Как бы туда. Периодически скидывая это в open source. В open source. Скорее так. Что то, что то open source. Но. Получается. Большая разница между upstream. И тем, что происходит в Dyson. А так. Да. Это же и телефоны. Это вот уже четвертый телефон на Dyson. Чем не может похвастаться даже Ubuntu. Значит. У нас есть часы. Все телевизоры вышедшие после 2015 года. Тоже работают на Dyson. Соответственно EFL. Lightman. Холодильники. Роботы-пылесосы. Все это используют EFL. Мы сейчас еще увидим. Зачем на холодильнике? Я помню. У него был кранчик, на котором рассказывал про просроченные продукты. А пылесосы? У пылесоса тоже есть кранчик. Роботы-пылесосы. Даже у спиральной машинки. Я, правда, не ручаюсь, что стиральную машинку сейчас используют Dyson. Но у стиральной машинки тоже есть кранчик, где потенциально стоит вот то же самое. Почему важен вот этот момент? Это мы сейчас уже, главное, переходим от Lightman как такового к людям, которые его делают. И вообще, как все это происходит. Чтобы вы понимали, между выпуском E16 и E17 прошло около 10 лет. Потом между E17 и E18 еще прошло около 3-4 лет. В какой-то момент пришел человек и сказал, у вас что-то с релизами не то, ребята. У меня есть опыт, я хочу попробовать в опенсорсе себя. Давайте я вам налажу. И он предложил такую схему. Два месяца девелоперта. То есть, когда, грубо говоря, любой человек, имеющий деб-аксесс, в мастер просто туда пушит, ревьюет кого-то, пушит. И потом один месяц мы все вместе собираемся и начинаем разгребать, что мы там нам пушили за два месяца. Это удивительно, но это работает. У нас бывают плохие релизы, но это достаточно редко, и мы догоняем потом стабилизирующим. То есть, в процессе выпуска следующего мы докидываем фиксы обратно в ту гранчу. Что происходит? В общей сложности полтора миллиона строк, из которых миллион с копейками – это чистый код. Вот здесь вот видно, как в 2011 году пошел рост. Да, это присоединился Samsung. А вот здесь, сейчас скажу, да, вот здесь есть еще такой прыжок. Это, я вам рассказал про stack-библиотеку, и плюс еще была elementary, такой toolkit. Раньше они были отдельно. Вообще изначально все эти библиотеки были прям отдельно-отдельно, каждый в своем ките. В какой-то момент решили, что очень муторно все эти dependency как-то что-то брать, там, собирать руками. И закинули в 1-get3, и потом туда же закинули elementary. Elementary – у него очень большая кодовая база в связи с обширным набором, который он поддерживает. И получается такой скачок. Ну, то есть, это читерский скачок, я считаю. Опять же, влияние извне и вот этот рост. Но, на самом деле, это количество вообще контрибьюторов. За клуб? Нет, это за все время. То есть, это в среднем в месяц. То есть, вот тут было в 15-м году, по-моему, выпускали версию Tizen 2.4, и очень много со всего мира, да, ребят, помогали там какие-то фиксы делать, или еще что-то по данным 16, и вот тут такой всплеск. Но, по факту, основных core-разработчиков, которые имеют право прямого коммита, их в районе 20-25 человек разбросаны по всему миру. В остальном, это просто люди, которые используют из других компаний. Вот они приходят, там, у нас есть патч, давайте его залендим, это будет полезно. Ну и, соответственно, количество коммитов, да, среднее в месяц – это примерно 500. Я понимаю, что коммиты – это не метрика, но у нас у всех всегда вопрос, чем измерять продуктивность вообще программистов. Но пусть будут коммиты сегодня. Так как я сказал, ребята уже по всему миру, им надо как-то встречаться. Они организовывают, значит, каждый год в разных странах, в разных городах. И есть еще у нас отдельное сообщество, причем достаточно сильное. Там есть 3-4 кей-девелопера, и вокруг них десятка-полтора человек, которые тоже увлекаются EFL, просто как хобби, можно и так сказать. И они тоже собираются устраивать все семена. Я вообще надеюсь, что когда-то в этом списке здесь появится Украина и какой-нибудь город. Потому что люди, которые основали, там есть Карстен Хайзер, Седрик Баю, они очень интересны, они могут рассказать не только про EFL, а вообще про все. У них очень большой опыт. Карстен Хайзер начинал работать в Red Hat еще в 90-х бородатые годы. Сейчас я оказался в Самсунге и имею должность мастер инженер. Самая большая инженерная должность, самый высокий. В общем, где все это лежит? Enlightenment Torque, в принципе, все. Там вся инфраструктура. Есть гид, есть download для торгов. Текущую стабильную версию, не ошибитесь, EFL и Enlightenment. Потому что, если вы возьмете сабстрима, вполне возможны известные ситуации, когда что-то не работает, а почему не работает? Как связаться? Есть мейл-листы на South Porsche. Enlightenment Devil, Enlightenment Announce. Их там порядка пяти разных, но остальные вроде как заглохли, а вот эти еще можно пользоваться. Здесь активно все. В анонсе раз в три месяца что-то падает. Начинать можно просто почитать вот это. А поговорить, приходите вот сюда. Sharp E, Sharp E-Developed, RC, на Freenode. Всегда рады. Flood и Flame не сильно приветствуются, но в принципе. Ticket, Task Tracking и все, что с этим связано, вся Viki находится непосредственно там, на фабрикаторе Lightning Torque. Кто-то вы зайдете на Lightning Torque, там есть много симпатичных кнопочек, которые можно нажимать и пробовать. Ну, собственно, это все, что я хотел рассказать. Нет, хотел я больше. Это все, что я смог рассказать в это время. Вопрос? Бегу, 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 бегу. Ну сначала. Сюда. Да, спасибо за доклад. Я как бы немножко не с самого начала. Возможно, это был ответ уже в самом докладе. Если я хочу допустить... Ну, у меня два вопроса. Первый вопрос. Если я хочу допустить под Windows, да, что мне нужно там? Это X-Server, это нужно в библиотеке, есть дискомпилированные версии. Второй вопрос, собственно, с этим связан. Сложно ли сделать байнинг? Я так понимаю, что это что-то похожее есть на GTK и G-Object, чтобы можно было автоматически там как-то сгенерировать это все дело. Но как на практике, да? Вот этот байнинг, который родился под Python, как он делался? Значит, по поводу cross-platform и Windows. X-S с собой тащить не надо, это большой плюс. Он поддерживает работу с GDI, то есть это виндовый фреймборд UI. Тут все хорошо. Компилируется, ну, как обычное Linux-приложение, да, с использованием XIS-а второго или же просто кросс-компиляцией. Есть проект WinBuilds, по-моему, называется. На нем есть все необходимые библиотеки, бинари для винды, чтобы собрать EFL, upstream-овский. Мы его иногда забираем, иногда проверяем. У нас есть один человек, учитель, он этим занимается. На фабрикаторе есть инструкция, как это сделать. Ничего сложного. Так, а второй вопрос про байдинг. Значит, смотрите, Python — это те биндинги, которые есть. Это, по сути, руками обновляемые биндинги на очень большое количество от них. Это было сделано просто с поддержкой ребят из бот-хилей. Geo, как вы сказали, это же обжект и все с этим связанное. Планируется, что он будет генерировать все возможные биндинги на объектной цепи. По факту я этих биндингов еще не видел. Сейчас уже четвертая итерация перепиливания этого Geo, и вроде в конце туннеля замаячил свет. Есть какой-то результат, это биндинги на крюцы, но, как я сказал, они не юзательные пока. Но я думаю, что до конца этого года Geo уже пойдет в публичной системе. А момент такой вопрос. Спустя 20 лет, в какую сторону развивается Enlightenment и CTFL? В сторону все так же среды десктопа, которые в том числе используются Samsung для умных стиральных машин, часов? Или же это рантайм для умных часов и стиральных машин, которые кто-то использует на десктопе? Хороший вопрос. Я думаю, с вовлечением Samsung в это дело, это больше становится рантайм под эмбеддер-устройство. И ключевые разработчики сейчас в один голос говорят, что мы хотим полностью для эмбедда. То есть стоп у нас как бы просто так получилось, что он остался. Да, спасибо. У меня два вопроса. Значит, первый заключается в том, не пора ли использовать вот для таких библиотек Rust? А второй, есть ли тайловый оконный менеджер на EFL? Первый. Не пора ли использовать вот для именно разработки библиотек Rust? Язык программирования такой. Да, я понимаю. Хорошо. Спасибо. Вопросы? По поводу... Да. У меня всегда есть один вопрос. Кто это будет делать? То есть у нас в комьюнити нет людей, которые знают. Я точно говорю. Это примерно как предложение переписать нейтролинск на Rust. Ну как-то разумное, но... Кто? А не кого? Разработка будет быстрее, чем на сяб. Сто процентов. Да, но для этого надо потратить еще двадцать лет, чтобы его переписать. У нас нет столько времени. Ну, если вы хотите знать Rust, ну, если просим, я думаю, комьюнити с удовольствием рассмотрит этот вариант. Второй вопрос. По поводу тайлингового менеджера. Для employment есть логин, который позволяет его использовать в тайлинговом режиме. Причем работает успешно. Я успею использую не один, но не тот тайлинговый, а второй в тайлинговый. Очень удобно. У меня два вопроса. Ключевые разработчики сейчас, это получается Samsung, то есть сотрудники Samsung, если они в сторону МВД, правильно? Так, а второй вопрос? А второй вопрос, вот эти вторые этапы, я так понимаю, которые в Корее, это тоже инициатива Samsung. То есть он сейчас как главный двигатель в комьюнити. Сейчас скажу. Спасибо. Значит, основные разработчики сейчас наняты Samsung. Специально для того, чтобы влиять на это дело. Но в Samsung есть такое подразделение, оно называется Samsung. Я вообще сюда пришел как просто разработчик инлайнер, но в двух словах. Там есть люди, которые понимают, что и куда двигаться. И они изнутри Samsung используют возможные ресурсы какие-то, направляют, в том числе и инлайнеров. Но они и делали этот инлайнер. Они стоят при его основе и это не во время на самом деле. То есть обычно считается, что пришла большая компания и все под себя подмяло и сделало так, как ей удобно. Нет, мы берем какие-то компромиссы и, как я сказал, Samsung в свою очередь просто сделали форму. И оплачивают разработчиков, которые или туда идут. Большая часть творческих. Второй вопрос по поводу метапов. Нет. Это инициатива абсолютно разработчиков и корейские. То есть, как я сказал, у нас там есть три ключевых разработчика. Да, они все три работают в штаб-квартире. Но при всем при этом это их инициатива и никто из корейского начальства им не говорит, давайте организовывать, давайте привлекать людей. Они просто прониклись духом опенсорса, к удивлению. Но они прониклись. Им понравилась эта идея, что можно делиться кодом, можно получать код и коллаборировать как-то, создавать лучшие продукты. И они пытаются как-то вокруг себя организовывать людей. Почему не было с 2015 года самый, который активный товарищ, он сейчас приехал в другую страну на некоторое время? Вот я думаю, он вернется и все будет снова. Хорошо. Спасибо. Еще вопросы? Можно задавать? Может, тут микрофон сказал? Да, спасибо за доклад. Вопросы, можно ли один раз написать на EFL приложение, которое потом будет запускаться под KDE, под Linde, по всей платформе, под сети? Без проблем статически в линковым EFL прям ваше приложение. И запускаем где хотите. Ну, понятное дело, что любое приложение на EFL будет требовать вот этих библиотек. Егор, EWAS, Edge. И если вы хотите запускать именно EFL приложение, то придется с собой идти на EFL. Это, ну, проза жизни. Ничего не поделаешь. А это ставим будет, то есть, ну, гномские нативы, да? То есть, где демли все там, то есть, вот, кнопки там. Или там где-то внутри гнома будет просто приложение раскрашено уже в бане с нами. Оно будет выглядеть народно. Но есть из какого-то еще линого дистрибутива, ребята, они сделали тему такую же для гнома, такую же, как у нас. И когда все это вместе, оно выглядит вполне и ничего себе так. Дальше у нас конец наших докладов, но это не конец конференции. Организаторы и многие спикеры будут в ресторане тут рядом. Вы можете присоединяться, и мы будем рады вам.